Приветствую вас! То, о чём вы говорите, можно охарактеризовать как восприятие внешних элементов человека. То есть вам нравится, условно говоря, его поведение, его внешность, то есть его поверхностный образ. И, естественно, поверхностный образ – это совокупность внешних чест человека, его внешности, его движений, то есть хореографических характеристик, его вербальных и невербальных элементов поведения. Это также отношение к вам, то есть то, как человек относится к себе, к окружающим и к вам. Это хорошее наложение, максимальное наложение этого первичного образа на ваш собственный внутренний мужской образ, который вам нравится. Он называется «Анимус» – первичный мужской образ. Можете про него почитать обрёбно, если интересно. Но вообще, в двух словах, он формируется в детстве, как правило, это один из самых первых мужчин, который встречается человеку, любому человеку. Вот. Значит, подобная совокупность, она имеет место быть, но при этом эта совокупность, хоть и определяет достаточно сильную симпатию, которая может достаточно сильно проявляться, не является сколько-нибудь глубинной, сколько-нибудь правдивой, сколько-нибудь истинной и, собственно говоря, прочной. Потому что подобные поверхностные симпатии, они, как правило, характеризуются личными предпочтениями человека. То есть вот вам понравился кто-то, вы им восхищаетесь, вы чувствуете, что это вот тот, кто вам нравится, тот, кто вас устраивает там во всех смыслах. Но больше, кроме этого, вот больше ничего нет. То есть нету ни связи с этим человеком, как договой духовной. Возможно, нет общих интересов действительно таких, которые бы вам были нужны и действительно такого разделения ваших интересов. То есть иными словами, обобщения их. То есть вот когда общаешься с человеком и чувствуешь, что вот он, это вот твой человек. Он понимает тебя, он как бы слышит тебя. Такого нет. Далее. Далее немаловажным пунктом идет отсутствие того, что вы, по сути, не вникаете во внутреннюю структуру человека. А во внутреннюю, во внутренний мир человека. Вы не проникаете в духовную сферу человеческой жизни. И из-за этого происходит, по сути дела, поверхностное восприятие того, с кем вы общаетесь. Поверхностное восприятие того, кто вам нравится. Вот вы пишете. Значит, человек нравится, если он должен, дальше продолжает нравиться. Вне зависимости от того, как часто вы видите. Ну, во-первых, само слово «должен» как-то мне не очень по душе. Это, простите, плохое слово. Никто никому вообще не должен. Ничего. Далее. Если есть духовный, внутренний образ человека, если есть четкое понимание, то четкое понимание, ну, или хотя бы примерное понимание о эмоциональной сфере человека, о его мыслях, о его стремлениях, о его желаниях, о его предпочтениях. Если все вот это есть, то тогда, да, тогда не важно, как часто вы видитесь. Но если все это поверхностно, то есть вот имеет место быть та совокупность, о которой я говорил, то тогда все это быстро забудется. Именно так можно ответить на ваш вопрос. Насколько бы сильные чувства не были, всегда важно отдавать себе отсчет в том, насколько вы знаете человека. Ну, по сути, это можно немножечко расшифровать другими словами. Насколько вы четко, полно, хорошо будете рассказать о человеке и через рассказ как бы описать его. Вот того человека, который вам не интересен, вы вряд ли можете описать с духовной точки зрения. То есть, кто он, какой у него характер, чего он хочет, чего он стремится, к чему он двигается, чего боится, какие у него там сильные, слабые, стоханные и так далее. Попробуйте для себя такой эксперимент. Уверен, вы убедитесь, как бы, в том, что вы действительно не сможете рассказать про человека много, в так крайнем мире, про того, кого не так хорошо знаете. Кто не так хорошо и сильно вас волнует. То есть, вообще говоря, то, что происходит, это нормально. Просто однажды будут такие же сильные чувства у вас, но они, эти сильные чувства, однажды станут чем-то большим. Ну, пока еще не пришло время. Если хотите, чтобы процесс этот ускорился, или ситуация ускорилась, или вот что-то еще, да, то есть не хотите знать. Начинаете свой кругозор, старайтесь поддерживать общение как можно большим количеством людей, и тогда проблема у вас не возникнет. По крайней мере, тем большее количество людей будет с вами общаться, тем больше у вас шансов на то, чтобы наконец встретить того человека, как чувство, к которому вас не пропадут, даже если вы не будете видеться какое-то время. И, наконец, последнее. А видите ли, к человеку возникает привыкание, и привыкание, то есть, по сути, интеграция своего поведения в образ жизни другого, у каждого происходит по-своему. И для того, чтобы это привыкание произошло, кому-то требуется много времени, кому-то нет. И если процесс привыкания не завершен, если процесс привыкания происходит, ну, как бы, только через начало, то есть, он находится в своем начале, и вы вдруг резко с человеком расстаетесь, то привыкание не происходит. Привыкание не получается, и в результате человек забывается. Слазнее забыть того, к кому мы привязались, к кому мы привыкли, к кому мы нуждаемся, но это же и чревато зависимостью от человека. Вот вам было мной предоставлено несколько взглядов на то, как можно ответить на ваш вопрос. Пожалуй, воспринимать мой ответ можно в совокупности как, так и по отдельности, в зависимости от того, что вам ближе. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok